И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Меня зовут Александр, канал Наша Свобода. Продолжает двигаться по всей стране самый настоящий фарс, самый настоящий позор, даже не позор, это просто позорище. По всей стране путинская голосовалка становится этаким комиксом. Многие просто откровенно смеются над этой процедурой, которую проводят на детских площадках, во дворах домов, я даже не знаю, у мусорных контейнеров, в деревне посреди поля, на пне в лесу. В общем, позорище, каких свет не видывал. И все это без какого-либо контроля, фальсификации льются рекой. Уже сейчас мы слышим о тысячах нарушений, но нашей доблестной Памфиловой все нипочем. Она продолжает этот эксперимент по проталкиванию поправок Путина, о его вечном правлении, а если говорить нормальным языком, о его вечном диктаторском режиме. И ведь сейчас мы говорим даже не только о правлении Путина. Тот, кто сменит Путина, также у нас следует все эти прелести путинских поправок. Это нужно понимать и отдавать себе отчет при участии в этом мероприятии. Олигархат сейчас делает себе задел на будущее, чтобы вечно быть в шоколаде, а народ, все мы с вами, будем у них в подчинении. Мы становимся дойными коровами, ну или курами, которые будут им нести золотые яйца. Конечно, смотря на все это, просто становится смешно, как Путин, Памфилова и их окружение откровенно дурачат народ. Давайте послушаем мнение оппозиционера Николая Бондаренко по этому поводу. Все так красиво планировалось, на практике превратилось в самый настоящий фарс, абсурд. Однако, все это вроде бы смешно, но 75% граждан уже проголосовали через интернет. Представляете, 70, мать его, 5%, 3 четверти граждан, которые изначально имели такое активное избирательное право. Параллельно с этим ВЦУ дает прогноз в 52 с лишним процента, что проголосует эта цифра, которую мы озвучивали ранее. Пока, собственно, учитывая, что за вот эти два дня, пока они пытались какую-то статистику вывести, за два дня проголосовало почти 20% населения нашей страны. 20%, вдумайтесь, то есть еще впереди весь процесс голосования, а уже пятая часть проголосовала. Но кто поверит в этот бред, в этот абсурд? Да, вот разве что Дмитрий Анатольевич Медведев, слова которого отливаются в граните, и, собственно, очень высокого мнения, участник крупных коррупционных скандалов, и по заявлениям ФБК, собственно, собственник десятков миллиардов состояния, ну, может себе позволить, собственно. Параллельно с этим президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о том, что он запрещает принуждать голосовать по Конституции. Представляете, как круто, запрещает. На этом виздится вся их, мать его, система фальсификационная. А он запрещает принуждать, то есть все вот эти Газпромы, Роснефти, пенсионные фонды, все эти бесконечные, значит, чиновничьи, бюрократические кабинеты и структуры власти. Теперь все это не работает, потому что Владимир Владимирович Путин запретил. Однако, несмотря на это, поступило аж 113 жалоб по принуждению граждан голосовать, собственно, по поправкам в Конституцию. Многие заряжали, что их конкретно за призывают голосовать. Кто-то говорил просто, что это принуждение идет, не вдаваясь в конкретику, что именно им говорят. Но почему я говорю аж 113 человек? Потому что это действительно очень необычно. Обычно принуждают людей, на которых есть определенное управо, есть возможность надавить через руководство, угрожать будущим наличием работы или какими-нибудь премиями, либо штрафами. Поэтому эти люди очень редко идут против этой системы, в силу того, что понимают, что им есть что терять, есть чем рисковать. А здесь аж целых 113 смельчаков обратились не куда-то там, а в Центральную избирательную комиссию, вот к этой, наверное, кем-то считаемой милой женщине, которая бесконечно нам врет, искажает правду и на деле пытаются из вот этого процесса фальсификации сделать что-то очень приятное, демократичное, что-то хорошее. Я не знаю, где тебе искать этих 113 смельчаков, потому что очевидно, что, наверное, власть будет давить, будет мстить, будет пытаться каким-то образом публичных выпороть для того, чтобы другим было неповадно. Поэтому всем 113 гражданам и тем, кто потенциально такие жалобы напишет, вы герои настоящие, вы показатель того, что у нас есть гражданское общество, что есть смелые люди, которые готовы за правду идти до конца. И, собственно, если нужна будет какая-то от нас поддержка, что-то будет на деле, вы встретите эти перегибы, эти угрозы, эти увольнения незаконные, обязательно пишите нам. И будем эти вещи обязательно придавать гласности, огласке и посильно оказывать вам помощь, заступаться, потому что в этой борьбе вы не одни. Вы показали, что вот этот волонтаризм и абсолютно халатное преступное отношение власти, в первую очередь, к вам, это то, что спущен на тормозах не будет. Поэтому я вам всем жму руку. Это очень волевой, очень смелый поступок, который, конечно, для нас всех является примером. Буквально вчера я был сильно удивлен, когда ко мне постучали в дом и чуть ли не приказным тоном сказали, что у вас на детской площадке проводится голосование по поправкам, нужно прийти и проголосовать. Моему возмущению просто не было предела. Конечно, я их отправил довольно далеко. Думаю, и вы уже столкнулись, уважаемые зрители, с такой ситуацией. Но реально все это самый настоящий фарс, который лично я никогда не признаю. Пусть там Путин нарисует хоть тысячу себе процентов, но я никогда не смогу для себя лично их принять. Такого обмана Россия еще не видела. Если раньше они, конечно же, фальсифицировали, мы все это знали, но не видели. Но теперь они настолько обнаглели, что делают это открыто, не стесняясь, полностью наплевав на народ. Это мое личное мнение. Помимо участков, как я говорил ранее, возле туалетов в лесу и еще где-то, они поставили свои урны и на предприятиях, где без стеснения всех обязывают идти голосовать. То есть мы видим, что явку они себе обеспечивают, и уверен, что и процент они сделают такой, что у каждого из нас просто глаза на лоб вылезут. Делайте свои прогнозы, уважаемые зрители, по этому поводу в комментариях. Какой процент одобрения они себе сделают? Как по мне, 70% это точно. Но уже и не уверен. То, как они все это проворачивают, наводит на мысль, что и 90% могут стать реальностью. Помимо всего этого, мы видим еще и двойное голосование, о котором уже некоторые заявили. То есть человек может проголосовать в разных местах. Это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Например, проживающий в Лондоне москвич заявил, что смог проголосовать дважды по поправкам в Конституцию, в посольстве и онлайн. Сообщение по этому поводу поступило на карту нарушений движения «Голос». Молодой человек, фамилия которого не называется, прислал фотографию с бюллетенем и записал видео, как он голосует онлайн. Голосовавший прокомментировал свои действия так. Заинтересовала возможность двойного голосования. Те, у кого регистрация в Москве или Нижнем Новгороде, могут спокойно проголосовать на зарубежном участке, так как из списков их не вычеркивают. Я решил проверить систему и проголосовал спокойно в посольстве после этого электронного голосования. Ранее дважды смог проголосовать по поправкам в Конституцию журналист Дождя Павел Лобков. Сначала он это сделал на своем участке, а потом дистанционно с помощью электронного голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это провокацией. Полиция возбудила административное дело, незаконное выдача и получение бюллетеня. При этом силовики рассматривают версии о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве. Эта проверка может вылиться в уголовное дело. То есть посмотрите, уважаемые зрители, насколько все это действие просто пропахло ложью и обманом. А представьте, сколько таких подставных лиц можно набрать, которые за деньги смогут голосовать дважды. И что самое интересное, что проверить весь этот фарс невозможно. То есть нам заранее говорят, вы хоть что там делаете, а изменить ничего не сможете. 2 июля Путин получит все полномочия по данным поправкам, и тогда стоит всем забыть о раздачах денег, которые мы видели перед голосовалкой, и про помощь государства, и про низкие налоги. Теперь им уже ничего не мешает без стеснения начать доить по полной каждого из нас. Они во время самоизоляции проверили, что мы можем жить без денег, а теперь можно это и в законы переводить. Конечно, это мои предположения, но в данных условиях они не беспочвены. Сможет ли народ протерпеть так долго, уже не знаю. Но все же веришь, что есть еще силы у народа, которые не позволят его сломать. Уверен, что после всего этого будет только нарастать протестное настроение. Никакая Росгвардия и другие полицаи не смогут уже остановить всю эту волну негодования. Режим Путина ждет полный крах. Да, возможно, ни сегодня, ни завтра, но то, что это случится, не в таком-то и далеком будущем, я просто уверен. На сегодня это вся информация. Пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте видео и подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч. Сегодня очень важный день. Когда я шла на избирательный участок, я думала о важных словах нашего времени. Россия, священная наша держава. Россия, любимая наша страна. Могучая мира, великая слава. Твое, предстоящее, на все время. По праве Конституции, на мой взгляд, он полное воплощение этого глубокого смысла. Для каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова